Есть цифры 1, 6, 3. Скажите, чтобы они встретились в периоде какой-то дроби, насколько большим мы должны взять знаменатель? Ну, например, понятно, что 1 не годится. Знаменатель 2 не годится, так что надо помыше. Вот насколько серьезный надо взять знаменатель? Ну, скажем, знаменатель 1000, конечно, годится. 0,163 замечательно. Но, наверное, это слишком большой знаменатель. Вот. Так вот, оказывается, решить эту задачу не так-то уж и сложно. Первое. Когда у нас есть дробь. Сколько там целых, потом какой-то предпериод, а потом пошел период. Мы можем домножить на нужную степень десятки и передвинуть в запятую вот сюда. От этого знаменатель больше не станет. Может даже сократиться там, какая-то двойка или пятерка, но больше точно не станет. И здесь еще домножаем на некоторую степень. Вот эту штучку отправляем в предпериод, туда вот, в целую часть. Переносим ее сюда в период, потому что оно по цепи уже идет. И получается, что на самом деле нам нужно разобраться с такой задачей. Ну, целое число может вычесть, а тут опять-таки не меняется. 0,163 и так далее. При каком наименьшем числе n возможно такое равенство? Так. А давайте теперь поймем, а что это равенство на самом деле означает. Число такого вида больше, чем 0,163 и меньше, чем 164 тысячных. Значит, мы должны на самом деле понять, как достаточно хорошо приблизить 163 тысячных при помощи обыкновенной троги. Первое, что, наверное, нужно сделать, это поменять местами числитель и знаменатель. И тогда у нас получится, что наоборот, n н-ных меньше или равно, чем 1163-х и больше, чем 1164-х. Это идея стопной траве. Здесь вот маленький участок, всего лишь в одну тысячную. А сейчас вы увидите, что этот участок стал уже побольше. То есть я делю тысячу на 164. Вот это неравенство можно записать следующим образом. 6 плюс 16164-х это то же самое, что 441-х. Так. Это меньше, чем n-ных делить на m. Меньше или равно. А там надо 163 умножить на 6. Поэтому это будет... Так. Это будет на... Это будет 978. То есть останется 22. Здесь будут 22, 163-х. 22, 163-х. Хорошо. Ну, имеет смысл по шестерку отбросить. Введем новую букву. К, это есть n-6m. И мы получили такое неравенство. 4,41-х меньше, чем k-m-ных и меньше, чем 22,163-х. Заметьте, то, что я сейчас делаю, это есть на самом деле идея стопной траве. Вот, смотрите, мы делали всего один шаг, но здесь была разница в одну тысячную, а здесь уже знаменательной никаких тысяч нет. Хорошо. Переворачиваем. Я напоминаю, нас интересует наименьшая величина n. Чтобы n было как можно меньше, надо, конечно, чтобы вот эти вот числа были тоже как можно меньше. Значит, я должен просто взять в качестве вот этой вот дроби... И весить, может быть. А? Ну, да. На самом деле, чем больше, тем уже даже хуже. Поэтому... Нет, можно, конечно, и k взять еще больше тогда. Когда... Вот. Давайте вспомним наименьшее. m это 8, k это 1. В таком случае n это k плюс 6n, да? В таком случае n у нас будет 1 плюс 6 умножить на 8. Это 49. И мы получаем замечательную штучку. Оказывается, дробь 8, 49-х расположена между... числами 8, 49-х расположена, а если возьмете знаменатель 48 или меньше, то 1, 6, 3 и получите. Ну, разумеется, ровно так же задача решается для любого набора цифр. То есть, идея за одной дроби. Идея, ну, вот, что-то переворачивание неравенств, которое довольно быстро... То есть, казалось бы, мы не такие уж и маленькие, а процесс довольно быстро заражен.